Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал очередное обращение к гражданам Подмосковья. В нем он рассказал о мерах, которые принимаются в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и о продлении режима самоизоляции. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе на майские праздники. Для обоснования этих выводов Андрей Воробьев привел статистику по количеству заболевших в Московской области за последние две с половиной недели. Несмотря на то, что ситуация несколько стабилизировалась, она остается тревожной. Каждый из нас сегодня следит за своими симптомами. Некоторым, прямо скажем, страшно, когда появляется кашель, не дай бог температура, на которую раньше, казалось бы, обращал мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас, как можно больше людей диагностировать на КТ. Мы дополнительно запустили шесть центров, в том числе два сегодня. Это очень важно. Исследование показывает, угрожает что-то в твоей жизни или нет. Также он озвучил информацию о количестве больничных коек в лечебных учреждениях Подмосковья, подготовленных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. На 27 апреля и более 9 тысяч. Рассказал губернатор и о ситуации с работой скорой помощи. В мирное время мы много работали над тем, чтобы выполнять нормативы. 20 минут – экстренный вызов, а не отложка до двух часов. Сейчас, к сожалению, все по-другому. В одном городе может не хватать коек, и тогда скорая везет в другой. Раньше за смену скорая ездила 150 километров, а сейчас за сутки наезжает 600. Плюс увеличились госпитализации. Пациента принимают 30-40 минут. Это все время. Поэтому часто приходится ждать. Прошу, пожалуйста, отнестись с пониманием каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать.